Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Марина. Добро пожаловать ко мне на канал. С беспощадной неумолимостью на нас надвигается холодный сезон. И я уверена, что многие из вас будут вязать шапки. Шапок много не бывает. У меня их целая коллекция. И я использую разные шапки под разное настроение и под разную одежду. Соответственно, на одних шапках мы хотим делать отвороты, на других нет. Где-то мы хотим, чтобы это было настолько зафиксировано, чтобы никогда, ни при каких обстоятельствах у нас этот отворот не отвалился. Поэтому мы всегда должны иметь в своем арсенале много технических знаний и возможностей для фиксирования этих отворотов. Потому что чем больше знаний, тем свободнее, легче и красивее наше вязание. Поэтому продолжайте смотреть. Друзья, не забывайте поставить класс сразу этому видео и подписаться на канал. Если вам что-то не понравится в этом видео, то в конце вы всегда этот класс можете убрать. Но, тем не менее, я думаю, что вы много полезного для себя возьмете. И, конечно же, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Там вся информация актуальная и более оперативная. А сейчас пойдемте учиться вязать фиксированные отвороты. Сегодня я предлагаю вам три разных способа, как провязать место сгиба у шапки так, чтобы у нас постоянно это место было на одном месте. И тем самым, чтобы отворот у нас был зафиксированный. Итак, первый способ и наиболее, наверное, распространенный и известный. Сейчас давайте покажу вам его. Это у нас идет лицевая сторона резинки. И после того, как мы связали нужную длину отворота, мы провязываем следующим образом, для того, чтобы у нас получился сгиб. Я показываю вам, естественно, на образце, а на круговом вязании вы все вяжете по кругу. И вот этот ряд, который будет у нас формировать подгиб, мы провязываем целиком изнаночными петлями. То есть, лицевая сторона и весь ряд изнаночными петлями. Я таким образом провязываю только один ряд. Некоторые любят провязать два ряда изнаночными петлями. Я считаю, что достаточно одного. И вот мы провязали наш разделяющий ряд. Если вы вяжете по кругу, то, соответственно, дальше вы продолжаете вязание резинки один на один. Ну, как у меня здесь в примере, да? Ну, а так как у меня поворотное вязание, то я точно так же продолжаю вязать тем рисунком, который у меня есть. Тоже резинка один на один, только с изнаночной стороны. И вот, разворачиваемся. И вот что мы видим. Вот у нас получился наш ряд, который будет фиксировать наш подгиб в одном месте. Сейчас я провяжу точно такую же длину резиночки, чтобы это было более наглядно. При таком способе у нас подворот складывается в сторону лицевых петель. Вот видите, у меня по изнанке здесь получился ряд лицевых. И вот он именно вот так будет складываться. А вот эти ребрышки изнаночных петель, они будут вот таким образом выступать. Вот что у меня получилось в итоге. Вот таким образом у нас будет выглядеть место сгиба. Вот так. На мой взгляд, одного ряда изнаночных петель достаточно, потому что все это выглядит гораздо аккуратнее, чем два ряда. Но это на вкус. Попробуйте и так, и так. И сами решите, что именно вас устраивает. Итак, это первый способ. ПОДПИШИСЬ! Теперь переходим ко второму способу. Второй способ вяжется следующим образом. Мы здесь просто в шахматном порядке меняем резинку. То есть, там, где у нас была лицевая петля, мы провязываем изнаночную. Там, где была изнаночная, провязываем лицевую. То есть, мы сдвигаем резинку нашу на одну петлю. Опять вот мы видим лицевая петля, вяжем ее изнаночную. Изнаночную лицевой. Вот таким образом мы сдвигаем наше вязание. Причем, неважно, резинка у вас это 1х1, 2х2, 3х3. Если у вас резинка, например, 2 лицевые, 2 изнаночные, то, соответственно, там, где были лицевые, вы провязываете 2 изнаночные. Там, где были изнаночные, вы провязываете лицевые. То есть, нам просто нужно сдвинуть наши петли и продолжать вязать вот таким сдвинутым образом. Вот, я провязала ряд. Видите? Я сдвинула все петли. А дальше я уже буду придерживаться вот этого рисунка. То есть, вот этого сдвинутого нашего шага. Если вы вяжете по кругу, то теперь вы вяжете именно вот таким узором, который у вас здесь был. То есть, теперь у меня это изнаночная лицевая. А так как у меня поворотное вязание, то я просто смотрю по рисунку на предыдущий ряд. И тоже вяжу изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. И таким образом до конца ряда. Вот, посмотрите. Вот что у нас получается. Здесь у нас получается вот эта линия, которая разделяет этот наш сдвиг в шахматном порядке. И за счет этого очень хорошо у нас получается место сгиба и оно хорошо фиксируется. Сейчас я точно так же провяжу такую же длину для того, чтобы было более наглядно. То есть, понимаете, да, мы сейчас повторяем уже вот этот наш новый сдвинутый рисунок. И не важно, здесь одна петля у вас изнаночная или две. Если у вас здесь было две лицевые, две изнаночные, то вы точно так же на это количество петель сдвигаете ваш рисунок. Там, где были лицевые, вяжем две изнаночные. Там, где были изнаночные, вяжем две лицевые. Точно так же и три, четыре, пять. В общем, не важно какой именно узор резинки у вас вяжется. И вот смотрите, что у нас получается в итоге. Вот здесь мы с вами поменяли в шахматном порядке наши петли. И именно по этому месту у нас очень хорошо происходит сгибание полотна. То есть, место сгиба фиксируется. Оно само по себе буквально хочет тут свернуться. По изнаночной стороне тоже все остается зафиксировано. И вот такой у нас получается отворот. Третий способ, наверное, будет наиболее эстетически красивый в плане своего вида внешнего. И вяжется он следующим образом. Мы с вами по лицевой стороне лицевую петлю провязываем, изнаночную снимаем. Нить остается перед работой, перед петлей. Опять лицевую провязываем, изнаночную снимаем. И вот так на протяжении трех рядов. Это не полая резинка. Нет. Здесь мы все время вяжем по кругу, когда мы лицевую провязываем, изнаночную снимаем, нить перед работой. Так как у меня поворотное вязание, то я сейчас буду делать следующим образом. Вот я дошла до конца ряда, провязала, развернулась. И здесь я делаю следующим образом. Посмотрите, я снимаю вот эту лицевую петлю, а изнаночную, нить, кстати, оставляю я за работой, а изнаночную провязываю. То есть мне нужно, чтобы у меня все время лицевые по лицевой стороне были провязаны, а изнаночные были сняты. Итак, вот эту лицевую я снимаю, нить у меня за работой, провязываю изнаночную, лицевую сняла, нить за работой, изнаночную провязала. Если вы вяжете по кругу, а большую часть времени мы вяжем шапки по кругу, то вы просто 3 ряда провязываете так. Лицевую вяжем, изнаночную снимаем, нить перед работой. Вот, посмотрите, я провязала второй ряд, разворачиваюсь, и посмотрите, мы уже видим, как у нас здесь формируется бугорок. Вот сейчас нужно провязать последний третий ряд, точно таким же способом. Если вы вязали по кругу, то вы так и продолжаете. Лицевую провязали, изнаночную сняли, нить перед изнаночной петлей. Опять лицевую провязали, изнаночную сняли. Этот способ очень красиво выглядит, и вы не переживайте, за счет того, что мы снимаем изнаночную петлю, это место не будет ни растянутым, ни стянутым. Оно будет точно такое же эластичное, как и вся остальная резинка. Но при этом, мы вот таким способом сформировали вот такой полноценный подгиб. Посмотрите, какая красота. При этом мы ничего не сдвигали, но на месте сгиба у нас идет точно такой же узор, как он и был на всей резинке. Видите? И в полотне этот бугорок как бы выдвигается вот над поверхностью. Но когда мы сделаем вот такой подгиб, все будет ровно, и я думаю, что шанса сдвинуться вашему отвороту не будет ни одного. Я сейчас провяжу еще вот такую длину, для того, чтобы вам было это более наглядно видно. Я сейчас на изнаночной стороне уже провязываю все петли, как и должно быть. И вы точно так же, когда провязали уже все три ряда, таким способом, вяжете дальше свою обычную резинку. То есть продолжаете так, как и вязали до этого. И вот что у нас получается. Посмотрите, как это выглядит. Вот так это выглядит на изнаночной стороне, так на лицевой. Получается вот такой бугорок, который фиксирует наш отворот в положенном ему месте. Вот это место сгиба. И при этом здесь рисунок не ломается, а перетекает из одной поверхности в другую. Вот и получилось у нас с вами три разных места сгиба при вязании отворота на шапках. Естественно, такие способы можно использовать и в разных других ситуациях. Обязательно пробуйте все эти способы и пишите, какой из них вам понравился. Или, возможно, вы все их уже знали и какой-то из этих способов часто используете в своих изделиях. Обязательно пишите тоже, какой именно способ. Ну что ж, дорогие друзья, на этом я буду заканчивать. Желаю вам быть всегда в тепле и чтобы ваши изделия выглядели аккуратными и красивыми. Всего доброго, до встречи. Пока-пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!